Француженка Ева Волуа. Такой она была в детстве, такой в 20, а такой она стала в 30. Кроме кардинальных изменений во внешности, изменилось ее имя. Из Евы Волуа она превратилась в Лолу Феррари. Ее жизнь – это печальная, но поучительная история. Она в буквальном смысле к грудью проложила себе дорогу к успеху в шоу-бизнесе. Но этот долгожданный успех так и не сделал ее счастливой. Ева, или Лолу, умерла в 37 лет. Но обо всем по порядку. Вы на канале Жертвы моды, и это Первая история. Ева Волуа родилась в 1963 году в Клермон-Ферран, Франция. Детство она провела в курортном городке Лаболь. Живописные места, казалось бы, созданные для счастья. Но, по словам самой Евы, она была очень несчастна в детстве. Отец завел вторую семью, но мать терпела гулявшего мужа, потому что никогда в жизни не работала и не собиралась этого делать. Собственно, поэтому и не подавала на развод. Девочку, очень похожую на отца, мать, мягко говоря, недолюбливала. Она часто била Еву, обзывала ее уродиной и тупицей. Вот что сама Ева говорит о родителях. Я была очень сладкая, потому что мои родители не дали мне любовь. Мой папа всегда была в другую мать, в окружную, и приехала через 6 месяцев, и моя мама была много проблем, и была не gentила с мной. Возможно, мать Евы была слишком молода, когда у нее появилась дочь, и поэтому не смогла ей дать должного воспитания и ощущения любви. В интервью уже после смерти Лоло Феррари ее мама признает следующее. Ева рано начала ходить по клубам, выпивать. По воспоминаниям одноклассницы, Ева не была наивной, скорее слишком доверчивой. Она ждала мужчину, который придет и скажет «пошли со мной». Даже не дождавшись своего совершеннолетия, юная Ева Валуа сбежала в Париж. В столице она совсем пошла в разнос. Стала сниматься для мужских эротических журналов, танцевать стриптиз. Там же в Париже состоялась судьбоносная встреча с Эриком Винье, который станет ее мужем, менеджером и, можно даже сказать, пигмалионом. Так кто же этот Эрик Винье? Он был старше Евы на 15 лет, отсидел за распространение наркотических средств. Их отношения были весьма специфическими. Мало того, что он не был против откровенных съемок Евы и того, что она иногда подрабатывала проституцией, уже и до этого дошло, он решил, так скажем, помочь ей и стал ее сутенером. Кстати, потом за это он опять будет осужден и отсидит полгода. В 1988 году они поженились. Еве было 25, Эрику, соответственно, 40. В Париже они крутились, как белки в колесе. Оба были тщеславны и амбициозны, хотели известности и денег. И тут, понимая, что Ева недовольна своей внешностью и не против лечь под нож хирурга, Эрик предлагает ей определенный образ. Большая грудь, тонкий вздернутый носик, а также творческий псевдоним Лоло Феррари. Лоло по-французски – дыньки, ядра, буфера. А Феррари – это якобы фамилия ее деда, хотя, конечно, их цель – ассоциация с известной маркой автомобилей. Еще немаловажный и шокирующий нюанс для понимания отношений в этой паре – Эрик Трансвестит. Не путайте, пожалуйста, с трансгендером. Мужчина Трансвестит переодевается в женское платье, при этом сексуальная ориентация у него может быть любой, в том числе и чисто гетеросексуальная. Как считала мама, теперь уже Лоло, то, что для самого Эрика было недоступно, он воплотил с помощью ее дочери. Лоло и Феррари, несчастная закомплицованная Ева, встала в 1992 году, когда впервые легла под нож пластического хирурга. На тот момент ей было 29 лет. Искусственно она получила запланированный охват груди, 105 сантиметров. Вместе с тем ей подтянули вейки, укоротили нос и сделали скулы более выразительными. Она быстро вошла во вкус и стала делать одну операцию за другой. Всего она сделала 22 пластические операции. В итоге охват груди стал составлять уже 180 сантиметров, а каждый имплантант весил около 3 килограмм. По утверждению Лоло, ей нравились образы Мерлин Монро, Бриджит Бартон, все телесное и чувственное. И вот долгожданная слава к ней наконец-то пришла. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой искусственной груди. Ее стали приглашать на ТВ-шоу. Но ее звездный час – это 1995 год. Лоло с мужем посетили Каннский фестиваль, где она выиграла Европейский чемпионат большой груди, стала любимицей фотографов и центром всеобщего внимания. Затем Феррари снимается в траге комедии «Кемпинг космос» бельгийского режиссера Жанна Бекуа. Презентация этого фильма она вызвала сенсацию на Каннском фестивале следующего года, в 1996 году. Ее вульгарный и патажный образ кому-то нравится, кого-то злит, но стремительно растущая популярность приносит свои плоды. Они, Лоло и Эрик, практически неразлучны, ездят по миру, Феррари участвует в различных шоу, начинает записывать песни, пробует запустить свою марку купальников. Однако ей впоследствии придется судиться с автомобильной маркой Феррари. Тем не менее, к ней навсегда приклеивается определение порнозвезда. Хотя, по утверждению Лоло, есть только три фильма такого плана с ее участием. А Эрик вообще утверждает, что были только одни съемки, которые потом путем монтажа и микса с другими видео других порноактрис растянули аж на десять фильмов. «Они один день, один afternoon, полиграфик movie. Только один afternoon. Я не думаю, что с одной ночью можно быть порно-старом. Проблема, что с одной ночью, ступидные люди, которые делают ступидные фильмы, делали 10 фильмов. Они были способны с другими женщинами, и они делали 10. Так что феррари очень переживала по этому поводу. Как это не покажется странным, но несмотря на вульгарность ее образа, ей очень хотелось быть в статусе либо певицы, актрисы, может быть, шоу-вумен, но никак не порно-звезды. Ее искусственная огромная грудь сделала ее весьма известной, но страдания по поводу своей внешности и вообще жизни в целом только усилились. Из-за тяжелых имплантатов болела спина, большое количество пластических операций, безусловно, нанесло вред здоровью в целом. Лоло необходимо было принимать массу лекарств каждый день. Психически неуравновешенные фанаты нападали на нее, ей пришлось нанять охрану. Но самое главное, она не была довольна собой, ей все еще хотелось что-то поменять в своей внешности. Есть мнение, что, возможно, Лоло Феррари страдала дисморфофобией. Дисморфофобия также известна как дисморфофобическое расстройство или телесное дисморфическое расстройство. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Обычно это начинается в молодом или подростковом возрасте. Частота встречаемости среди мужчин и женщин примерно одинакова, сопровождается высоким риском суицида по сравнению с другими расстройствами психики. Больные могут жаловаться на несколько определенных с их точки зрения дефектов или на какой-то один дефект, неопределенную особенность или внешний вид в целом. При этом страдают важные стороны жизни больного, способность работать, нормально жить в обществе, обслуживать себя. Как еще один пример явной жертвы дисморфофобии можно привести Донателлу Версачи, сестру известного модельера Джани Версачи. Вот как менялась ее внешность после пластических операций. Утром 5 марта 2000 года Лоло Феррари была найдена мужем Эриком Винье, мертвой в своем доме. По его словам, это была первая ночь за все время их отношений, когда они спали ни в одной кровати. Первая экспертиза показала, что она умерла от передозировки антидепрессантами и транквилизаторами. На тот момент ее смерть была признана самоубийством. Однако ее родители добились повторной экспертизы два года спустя, потому что подозревали Эрика в убийстве. Основанием для этого было странное письмо от их дочери, которое они получили незадолго до ее смерти. В нем она писала родителям, что Эрик заставляет ее принимать таблетки, он почти не разговаривает с ней и она уже его боится. Он сказал, что продаст дом. Также он запрещает ей видеться с родителем. Эрик настаивал, что письмо подделка, но письмо признали подлинным. Вторая экспертиза показала, что нельзя исключать удушье. Эрик был вновь арестован теперь уже по подозрению в убийстве жены и провел 13 месяцев в тюрьме. Но в 2007 году с него были сняты все обвинения. Эрик Винье хотел получить компенсацию в 230 тысяч евро за незаконное, по его мнению, содержание под стражей. 150 тысяч в качестве компенсации морального ущерба, 50 за материальный ущерб и 30 за судебные сдержки. Однако нет никакой информации, удалось ли ему что-то в итоге получить. Родственники Лоло Феррари, в свою очередь, пытались лишить Эрика наследства жены, называя причиной для отчуждения наследства то, что он когда-то был ее сутенером. Однако суд отклонил этот иск. Итак, существует три версии смерти Лоло Феррари. Первое – самоубийство. Лоло действительно была в затяжной депрессии. Ей по-прежнему хотелось внимания публики, но она смертельно устала от физической и душевной боли. К тому же есть показания ее знакомой, которая работала в бюро похоронных услуг, что незадолго до смерти Лоло приезжала к ней и выбирала себе гроб, обсуждала детали кремации. Вторая версия – убийство. У Эрика, конечно, мог быть мотив. Возможно, он устал от эксцентричной жены. А возможно, и она устала от него. Но ее карьера была источником их совместного семейного бюджета. Конечно, подозрений недостаточно для обвинений. Но такая версия тоже имеет место быть. И третья версия – это естественные причины. Я вам напомню, что Лоло сделала 22 пластические операции. А ее искусственная грудь в сумме… Две груди в сумме весили практически 6 кг. У нее могло отказать сердце, оторваться тромб и так далее. Даже передозировка лекарствами могла быть, в принципе, случайной. Официально причины ее смерти так и оставили – самоубийство. У нас есть отечественная последовательница Лоло Феррари. Ее зовут Ирен Феррари. Она также сделала несколько пластических операций, в основном по увеличению груди. Но особой популярности она не нашла. В последнее время о ней вообще ничего не слышно. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое первое видео на этом канале. Если да, то поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите, что стало причиной смерти Лоло Феррари, на ваш взгляд. Также хочу сказать – любите себя и принимайте такими, какие вы есть. Вроде бы простые банальные слова, но, возможно, эта история наглядно показала, что большая грудь не решит проблемы, которые в голове. Не становитесь жертвой моды. Удачи вам! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...